Здравствуйте! Меня зовут Александр Геннадьевич Юнин. Я педагог дополнительного образования во Дворце детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Реализую общеобразовательную программу «Спортивный туризм» в течение 10 лет. Жизнь каждого туриста – это длинный, увлекательный маршрут. Каждая остановка на маршруте наделяет путешественника опытом, развивает личностные качества, позволяет по-новому увидеть мир вокруг себя. Мой маршрут начался в Ленинграде, теперь уже в Санкт-Петербурге. Наш город, созданный талантливым царем-путешественником Петром I, построенный архитекторами-путешественниками, пронизан атмосферой приключений и открытий. Ленинградская область вобрала в себе все многообразие природных ландшафтов. Здесь есть густые леса, протяженные реки, широкие озера, пещеры и скальные массивы. Такое природное разнообразие позволяет изучать и развивать все направления туризма. На протяжении пяти лет дети поэтапно изучают пешеходный, водный, лыжный, горный, спелеотуризм и смежные с ними виды профессий. На каждом этапе материал усложняется в соответствии с возрастными особенностями детей, уровнем знаний школьной программы, возрастает доля самостоятельной работы учащегося. В течение первых двух этапов программы ребята изучают различные направления туризма, ходят в походы, успешно участвуют в соревнованиях городского и всероссийского уровня, а также помогают в организации и проведении массовых мероприятий. На заключительном этапе учащиеся, помимо традиционных дел, участвуют в проектной деятельности. Индивидуальная работа над проектом позволяет реализовать свои таланты и выдающиеся способности в конкретном виде деятельности. Повместная, сложноорганизованная, туристко-краеведческая деятельность позволяет каждому ребенку раскрыть свой потенциал в практической, спортивной, организаторской и коммуникативной лидерской сферах деятельности. Для меня важно подобрать каждому учащемуся тот уровень сложности задания, который не только поможет ему реализовать задатки и способности, почувствовать себя успешным, но и развить силу воли, выносливость и умение преодолевать трудности. В своей работе считаю важным поддержать инициативу ребенка и найти ей конкретное воплощение в ходе занятия. Базовое психологическое образование помогает мне в ежедневной работе с детским коллективом, раскрывать личностные особенности ребенка, создавать продуктивную творческую атмосферу на занятии и в походе. Я стремлюсь воспитывать в моих ребятах честность и открытость, выстраивать доверительные отношения в коллективе. Туризм для нас – это не узконаправленная деятельность, не просто кружок, это образ жизни. В своей работе я использую потенциал, выстроенный десятилетиями системы детско-юношеского туризма Петербурга. Это разработанные методические материалы, соответствие программы технологическому регламенту, система проверки групп перед походами, конкурс походов и экспедиций, разнообразные спортивные и массовые мероприятия. Все педагоги-туристы Санкт-Петербурга – единомышленники. Постоянный обмен опытом помогает нам эффективно работать сегодня и выстраивать траектории развития детско-юношеского туризма в регионе. Современному ребенку необходимо находить практическое применение своих умений и знаний. И для меня важно подготовить не просто универсального туриста, способного безопасно организовать и провести пешие, горные, лыжные, водные и спелеопоходы, а успешного, самостоятельного, активного человека, который способен эффективно адаптироваться к социальным и природным условиям. Выпускники объединения грамотно применяют полученные знания в жизни и в своей профессиональной деятельности, работая спасателями, педагогами, медиками. Они продолжают ходить в походы в системе взрослого и студенческого туризма. Сейчас, имея десятилетий педагогический опыт, я вижу, что многим ребятам в моем городе и в стране в целом детско-юношеский туризм помог выстроить их жизненный маршрут в правильном направлении. Понимание общественной значимости своего труда придает мне силу обучать, развивать и воспитывать юных путешественников Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...